В области не уменьшается количество фактов семейно-бытового насилия. С начала года по этой причине погибли 6 женщин. В целях предупреждения, причинения вреда здоровью и снижения численности как преступников, так и потерпевших, вносятся изменения в законодательство и ужесточаются наказания. Подробнее смотрите далее. С 1 июля уже сочено наказание за домашнее насилие. Так, если раньше без заявления потерпевшего уголовное дело не заводилось, то отныне нарушители могут быть привлечены к ответственности, основываясь на показаниях третьих лиц, то есть родственников или соседей. Каждый поступивший вызыва, то, что я ранее говорил, выявительный характер, мы проверяем на повторность. На повторность, сколько раз было обращение. С этими лицами у нас отдельный подход к профилактике, отдельный подход к профилактике, выносим на свою комиссию. Бытовое насилие не всегда начинается с причинения тяжких повреждений, часто это эскалация агрессии. Поэтому даже при малейшей ссоре в семье необходимо бить тревогу. По словам полицейских, ни в одном из шести случаев погибших от рук домашнего тирана женщин не было истории обращений в органы. В обществе привыкли замалчивать побои и проблемы. Любой факт нарушения бытового насилия, то, что выявили, то, что поступило заявление, они все привлекаются. Все привлекаются к адам ответственности. Если ранее, если потерпевший, раньше, ранее вызов поступил, наряд полиции приехал. В ходе разбирательства, если потерпевший претензий не имеет в отношении мужа, мы этот материал за примирение сторон, мы не привлекали. Это в ходе разбирательства. Бывало это в суде. У нас на сегодняшний день все, в данный момент, с 1 июля, можно сказать, 100% поступивших заявлений, все привлекаются к адам ответственности. Если по заключению судебно-медицинской экспертизы будет установлено, что здоровью потерпевшего причинен легкий вред, виновного ждет арест на 15 суток. В случае повторного нарушения на 20 суток согласие в каждой семье – залог спокойствия в обществе. Поэтому важно своевременно реагировать и предотвращать домашнее насилие. Эльмира Оспанова, Фариза, Солбекова, Медедка Иркенов, Жамбыл, Болтаев, Кокщия, Акпарат.